Семинар у нас называется «Дробовик для дома» «Home Defense Shotgun» я его буду называть. Семинар с тем же названием. В каких случаях мы используем дробовик дома? Давайте подумаем. Когда скучно. Когда скучно, согласен. Встал похолостил, кота напугал. Это логично, я так делаю иногда. Еще в каких случаях нам может понадобиться дробовик дома? Кто-то к нам домой лезет, кого мы не звали. Имеем ли мы право его застрелить? Если он без оружия, то нет. Когда мы имеем право застрелить человека? Когда он лезет к нам? Здесь гроза тоже. Есть две причины, два юридических оправдания для убийства. Первое – это Москаль, где криминализовано убийство оккупантов. И второе – вы действуете в рамках необходимой обороны. Необходимая оборона у вас возникает когда? Когда происходит преступное деяние, угрожающее жизни и здоровью вас или других людей. Статья 36 часть 5 говорит, что не может быть превышение необходимой обороны, если действует один из трех случаев, любой на выбор. Преступник вооружен, преступник не один. И было насильности вторгнение в житло. Но, если вам постучали в дверь, сказали, что проверяют счетчик, вы открыли, человек зашел, это насыльный свой вторгнение? Нет. Вы его впустили. Поэтому, тут еще в чем момент возникает. Ну, если вторгнение в житло, меня точно не посадят. Не может быть превышение необходимой обороны. А необходимая оборона возникает, когда есть преступление, угрожающее жизни и здоровью. Что это значит? Если человек залез к вам в дом за телевизором и не угрожает вашей жизнью и здоровью, это не будет превышением необходимой обороны, если вы его застрелили. Это будет умышленное убийство. Потому что, в такой ситуации, когда есть преступление, не угрожающее жизни и здоровью, вы имеете право на гражданский арест. Вы можете навести на него и говорить. И сказать, стой, стой, стой. И если он остановился, вы вызываете полицию и удерживаете его на прицеле. Необходимой обороны не возникло. А вот если он на вас побежал с ножом или с топором и с голыми руками, предварительно разбив окно и залезет в дом, тогда можно в него стрелять. Тогда, скорее всего, вас оправдают. Как комментарий был. Я даже скриншот сделал. С нашими законами 100% посадят. Не посадят. Если была необходимая оборона и населенность в сторону и в житло. Ну, там еще куча сгибного. Итак, вы проснулись ночью от звона разбитого стекла. Ваши действия. Логично. Это мы сегодня будем делать. Будем тренировать навык извлекать оружие из сейфа. Вспомнить дилеративные ключи. Открыть их. Достать дробовик. Дробовик у вас зарядный. Не должен быть. По закону, который незаконная инструкция МВД номер 622, патроны сбрыгаются у крэма. Сайтседла это у крэма? Ну, они же не в магазине. Не. Вот. Там вроде даже в патроне. Да. По ГОСТу заряжание оружия это досыл патронов патроне. Поэтому, если у меня здесь набит магазин полностью, оружие считается разряжено. Участковые могут подразнить. Участковые обычно звонить перед тем, как зайти. Они не любят ходить и стучать в двери. Правильно? Достали дробовик. Дальше, что мы делаем? Тактика защиты дома. Да. Ну, заряжаем, да. Хорошо. То есть, я достал дробовик, закинул сразу патрон в ствол, чтобы быть готовым к ведению огня. И потом его кормлю потихонечку. Дальше. К вам в дом кто-то залез? В полицию. Ну, кричим, сука, я тебя убью сейчас. Вот это не надо кричать. Потому что это называется умысел. А он все, я понял. Не кричим. Как говорил Джокер в одном фильме, говорит, я не люблю с утра строить планы, чтобы потом в суде не звучало слово умысел. Мы обозначаем свое присутствие дома. Мы достаем телефон. Включаем громкую связь. Набираем 112, либо 102. И когда там снимут трубку, ты очень громко, положив телефон на тумбочку, произносишь фразу Я дома! Я вооружен! Я буду стрелять! Вы залезли ко мне в дом! Это будет записано. А потом ты называешь свой адрес. Куда поедет бригада. При слове, я буду стрелять, они поедут быстро. Они любят, когда стреляют. Ну, это же движуха веселуха, правильно? Не кто-то ко мне в дом залезет. Я буду стрелять! Если к вам залез домушник, то при вот этом звуке, он может резко передумать и убежать. Это идеальный вариант. Вы сэкономите на патронах и на адвокате. Если вы понимаете, что он не убегает, а продолжает яростно сколупывать телевизор со стены, вы можете выйти, направить на него оружие и сказать «Стой! Мы ждем полицию! Машинка уже приехала!» А можете забаррикадироваться и не выходить, потому что он там может быть не один, их там может быть пятеро, и они могут быть с калашами, например. В каком случае мы всегда выходим? Когда жена... Совершенно верно! Когда не все члены семьи у вас в комнате паники. В вашей спальне, в ванной, где вы баррикадируетесь. Когда вам надо пойти и поискать, где находятся другие домочадцы. Где ребенок в спальне лежит. Вот тогда мы выходим с оружия. И это, наверное, самое сложное в наших жилищных условиях. Вот с этим веслом 80 сантиметров и больше перемещаться. Мы сегодня попробуем. Сейчас мы...